1,19 процента, да? Ну это небольшие колебания. Небольшие колебания. А в какой-то среднесрочной перспективе за неделю, месяц, какие колебания? Мы можем смотреть динамику того, что называется волатильностью криптовалют? А там, когда на него нажимаешь, вот это название, переходишь на график, а на графике уже можно выбирать один день, семь дней, месяц, год. Ага, там просто это включено, включено во все таблицы, да? Да. Понятно. Понятно. Как вы полагаете, я сейчас смотрю, сколько всего валют. А как вы полагаете, в какой мере вот криптовалюты отвечают нашим интересам и способны реально помочь людям и обезопасить то, что мы называем сбережением? По-моему, они хорошо работают. Единственное, что бывают кошельки, людей стаскивают или взламывают, которые в интернет, например, лежат. То есть обычные правила безопасности, как с фотографиями, как с какими-то файлами нужными. Нужно копировать, либо пароли ставить, не забывать пароли. А так все работает хорошо, как бы. Смотрите, какая ситуация здесь. Смотрите, 1028 криптовалют. А можно узнать, какая общая их, ну, то, что называется капитализация? 70 миллиардов. 70 миллиардов не может быть, потому что у одного биткоина 400. А, вот сверху написано 101. 101. Это 101 триллион? Нет, я думаю, миллиард. Вообще капитализация? 101 миллиард, да, наверху написано. Общая капитализация? Нет, вот наверху, на этом же сайте coinmarketcap, там наверху. 101 миллиард, да. 101 миллиард, да. А было, было просто, когда я вот месяц назад два читал, там 80 было, вот увеличилось. Смотрите, а вам не кажется, что это пузырь? Не, не. Пузырь, это все, при нашей деле в каждой криптовалюты, все криптовалюты вместе являются деривативом, то есть заменой денег, и все вместе образуют некий пузырь. А, нет, мне кажется, что недооценены, что должно быть не 100 миллиардов, а 100 триллионов, ну, я не знаю, или триллион хотя бы. Мне кажется, что это недооцененный рынок. Дооцененный рынок? Сами по себе финансовые вложения для людей, не для структур экономических, а для людей, являются временными. Потому что люди хотят вкладывать деньги в дело, в производство, в свое, в чужое, в знакомых или незнакомых людей. То есть, так работают рынки. Акционерами на Западе, вообще в развитых странах, акционерами являются все экономически активные жители стран. И только часть акционеров держит очень маленькую. Часть акционеров вообще не имеет денежных сбережений. Часть очень маленькая, очень маленькую часть своих денег держит в виде ликвидности, наличности. А когда появляются криптовалюты, они эти денежные средства распыляют. И в реальной экономике, в процессах финансирования, ну, того, что мы называем производством товаров, услуг, новых технологий и всего прочего. Эти деньги не участвуют. Они вынуты из экономического оборота. Ну, как, они же люди, ну, не все там валяются просто без дела там на биржах, если эти криптовалюты, они же в деятельности участвуют, на них там зарабатывают, сидят эти брокеры, обменивают эти криптовалюты. Они, это разве не деятельность? Это деятельность, но эта деятельность связана, что такое брокер, что такое валютные спекулянты? Это ограниченный труд людей, которые работают на том, чтобы уравновесить разные части рынка. Ну, представьте себе, плывет корабль под парусом, да? Ветер в одну сторону, он наклоняется в противоположную сторону, да? Там какие-то люди должны обязательно нагнуться в другую сторону. Видели, как яхтсмен? Для того, чтобы яхта не перевернулась. Или балласт перекосил. Вот брокеры, которых не много вообще, те люди, которые играют на рынках, это те люди, которые, вообще рискованные люди, ворочающие балласт на корабле. Чтобы экономический корабль не перевернулся, не упал, не, это самое, накрыло его волной. Вот экономика, это такое бурное море. Каждый субъект экономики, он плавает в этом море. Есть субъекты, которые собираются в шайку и финансируют, предположим, там, не знаю, Сергея Брина. Вот мы сейчас в Гугле с вами сидим. Вот Сергея Брина финансируют некоторые люди, купившие акции Гугла. Как они там называются, там сейчас, другой бренд, но не важно. В общем, акции Гугла купили люди. И эти люди как бы составляют команду одного корабля. А те брокеры, которые есть, они между кораблями как-то прогнаются. Их немного надо. И то, что эти люди зарабатывают на этом, это замечательно. Но когда все бросаются зарабатывать на вспомогательных услугах, которые в принципе, в принципе, сами по себе стоимость не возникает в результате того, что производятся эти услуги. Это услуги, обеспечивающие функционирование бизнеса. И когда в стране, оказывается, слишком много менял, слишком много банковских служащих, слишком много людей, которые сидят у своего окошка и ждут, когда ему принесут биткоин, биткоин кэш или еще чего-то принесут. И поменяют на доллары, евро или рубли туда-обратно, то в стране вообще перестают, как бы сказать, доиться коров. А, нет, понятно. Я бы не сравнил совершенно банки, например. Они же как бы навязываются. Ну вот у нас, например, в России, Сбербанк, ВТБ, им принадлежит там 60 или 70 процентов монополия почти что. Это одна и та же система. Вот эти три банка, четыре, ВТБ-24. Вот. И они как бы, ты не можешь как бы никуда от них уйти. У них как бы все деньги в Сбербанке хранятся там 22 триллиона рублей. А здесь там криптовалюта или биржа, они же не навязываются никому. Хочешь переводи, не хочешь, не переводи. Поэтому, как бы, вообще, по мне так сравнивать невозможно. Тут навязывается, и ты никуда убежать не можешь. То есть, правильно ли я вас помню, что ничего общего с общей экономической ситуацией в мире? Ситуация в России не имеет. Нет, я имел в виду, вы сравнивали банки, которые ничего не производят, а деньгами крутят. И там криптовалюты, и биржи. А по мне, совершенно разная схема действий. У банков они просто своровали все наши деньги и выдают там кредиты нам. Что-то еще на бирже какие-то дурацкие махинанцы устраивают. А здесь там криптовалюты не воруют деньги у людей. Хочешь, купи, хочешь, не покупай. Что значит банки воруют деньги у людей? В банке никто не заставит вас оставить свои деньги в банке. Нет, ну вот Сбербанк, например, взять Сбербанк, например, в России. У него 22 триллиона деньги. Это чьи деньги? Это деньги вот людей, там, всех людей в России. И он их как бы, ну, забрал и, по сути, не отдает. Что значит забрал? Почему вы что? Люди не могут свои вклады ввы? Ну, я как слушал Димуру, он сказал, что если придут забрать хотя бы там одну треть, захотят 5 триллионов взять или 10, он не сможет выйти. То есть Сбербанк не может не то, что 22 триллиона выдать, он не сможет, он 10 не сможет. Совершенно верно. Совершенно верно. Но речь идет о тех счетах, которые там нарисованы, да? В том числе счетах юридических лиц и личных счетах людей. А 22 я имел в виду, я на банкеру прочитал. Это, по-моему, вот счета людей и фирм, предпринимателей. Ну, вот поэтому я и говорю. Нет, фирмы-предприниматели это одно. А реально счета людей, которые люди, зарплатные счета, пенсионные счета, все остальное. Совсем... Поэтому я и говорил, что как будто они числятся, но получить их все невозможно. То, что говорит Димура, вы меня удручаете. Ой. Понимаете, какая история? Ситуация в России к экономике не имеет, в общем-то, отношения. Ну да, приблизительно так же, как ситуация в солдатской кухне имеет отношение к кухне. Ну да, там тоже чего-то, еду такое. Но одно солдатская кухня, другое дело кухня-ресторан. Экономика мировая и российская экономика отличаются как экономика хорошего ресторана и экономика солдатской кухни. Поэтому поведение людей совсем другое. Вы хотите сказать, что в российских условиях, где вот эта солдатская кухня кормит всех по тому меню, которые утвердил командир, и ничего сверх того, что перловая каша и кисель есть, ничего сверх того никто получить не может. Все должны за 3 рубля получить свой обед, и в нем обязательно там будет перловая каша и кисель, и ничего другого заказать не может. И вот в этих условиях людям выгоднее криптовалюты. И криптовалюты для них являются действительно реальным инструментом, который позволяет как-то разумно существовать в неразумной ситуации. Так? Ну да, какой-то выбор появляется у человека. Понятно. Понятно. Вот теперь понятно все. Но что касается тех людей, которые не живут в условиях казармы и не вынуждены питаться в солдатской столовой плодами кухни, военной, а живут, в общем-то, за пределами России и могут, как бы сказать, планировать свои инвестиции и работать со своими деньгами, и ситуация другая. Да? То есть, в принципе, мы и в России можем покупать акции. Почему? Почему криптовалюта, а не голубые фишки, например? Вот вы предпочитаете вкладывать в криптовалюту. А почему не в акции высокодоходных компаний без права случая? Ну, как я понял, как я изучал, и я программку даже ставил себе на бирже через ВТБ брокера, несколько акций покупал, Газпрома, какие-то еще. Это не акции, как...